что поволновались ай-яй-яй-яй здравствуйте друзья этот длинный рассказ я начну с обращение к детям итальянского сказочника Джованни Радари цитата начинается дорогие ребята я очень рад передать вам привет и предложить вашему вниманию моего Джельсамина и его приключения в стране лгунов когда я писал эту книгу я конечно помнил о ее будущих читателях и думал не только об итальянских ребятах но и о ребятах всех стран в том числе и о вас сколько раз я останавливался и спрашивал себя понравится ли эта страница советским детям будет ли для них смешным вот это или вот это место но я почти уверен что Джельсамина придется вам по душе сейчас я не скажу вам как кончится вся эта история не стану говорить и о друзьях Джельсамина о нарисованном котенке Цапино о художнике Бананито но пушки рисовать я не буду а девочки Ромалетти тетушки Панокье а Бен Винута не присядь ни на минуту о врагах Джельсамина о них вы узнаете из самой сказки я лучше расскажу вам как пришла мне мысль написать эту сказку и почему я ее написал мне кажется что самые опасные враги человечества это лжецы на свете есть сотни тысяч лжецов лжец это журналист который пишет свобода и думает при этом о свободе с которой капиталисты эксплуатируют рабочих а империалисты выжимают соки из колониальных народов лжец это тот кто говорит мир а на деле стоит за войну лжец это тот кто болтает о достоинстве человека а на деле ратуют за смирение и покорность учит молчать перед лицом несправедливости закрывать глаза перед нищетой не желая кого-нибудь обидеть я полагаю что лжецы водятся в любой части света в каждой стране есть или были свои лжецы и очень хорошо если та или иная страна сумела одолеть ложь я очень верю в силу правды правда революционно сказал антонио грамши основатель итальянской компартии правда похоже на голос певца тот голос от которого дрожат оконные стекла певец может простудиться охрипнуть кажется что он потерял голос но едва он выздоровеет и выйдет на сцену как все увидят что это не так мне захотелось написать сказку о правде я писал ее безо всяких усилий сказка эта сама пришла мне в голову и так стремительно потянула меня за собой что я еле успевал записывать не говорите что сказки лгут с помощью сказок тоже можно говорить правду ведь пушкин прекрасно знал что на свете не бывает золотых рыбок умеющих к тому же разговаривать человеческим языком а сколько правды в этой его сказке следует сказать что пушкин был гигантом по сравнению с которым все мы выглядим цыплятами его голос гремел словно гром а мы едва слышим в моем курятники но ведь каждый цыпленок может в меру своих сил говорить правду я глубоко верю в сказки которые говорят правду верю что такие сказки помогают сокрушать ложь и конечно же я верю в хорошие сказки я мечтаю написать по настоящему хорошую сказку хорошую от первого слова до последнего и обязательно правдивую я мечтаю об этом также пылка как инженер мечтает построить хорошую электростанцию как столер мечтает сделать хороший стол который простоит на своих ножках 200 лет и не покосится ваш джанни радаре 1957 год цитата окончена замечали друзья живем как сказки чем дальше тем страшнее но так ли страшен черт как его молюю или у страха глаза велики попробуем разобраться в этом на примере сказки джельсамина в стране лжецов итальянского сказочника джанни радаре и так основная идея сказки аджельсамина очень проста но от этого еще более ценно голос правды заглушить невозможно даже если запретить людям называть вещи своими именами подменив тем самым понятие о добре и зле и назвав белое черным даже если заткнуть всем смельчакам рты и упечь их в психушку санаторий там у тебя будет время одуматься на свободе ты социально опасен я правда однажды прозвучав распространится со скоростью света и станет всенародным оружием наше главное оружие правда прорастет живыми ростками сквозь сырые тюремные стены а ее звонкий голос будет невыносим для тех кто под видом блага творит беспредел наживаясь на несчастьях и горестях ближнего главный герой сказки самый обычный мальчишка но наделенный сверхъестественным даром его голос имеет необыкновенное свойство резонировать с окружающим пространством а если проще он так звонок и силен что крушит стены разбивает стекла и сносит любые преграды мальчику приходится контролировать себя чтобы ненароком не причинить вреда цитата многие имеют привычку разговаривать во сне у джельсамина же была привычка напевать а проснувшись он уже ничего не помнил цитата окончена будучи младенцем джельсамина по утрам заменял своими криками фабричные гудки а первое посещение им школы закончилась тем что классная доска разлетелась на куски от твоего голоса воздух содрогается как во время землетрясения здесь мне хочется поставить небольшой акцент почему джанни радаре в качестве первой мишени выбрал школьную доску не потому лишь что с приходом в начальную школу и начинается внедрение лжи в детские еще абсолютно чистые умы твой голос может принести тебе либо много бед либо великую славу пока же лучше чтобы ты пользовался по возможностей меньше тем более что всем известно что слово серебро а молчание золото вскоре голос джельсамина обретает собственное звучание и время от времени он помимо воли мальчика прорывается наружу джельсамина едва сдерживает себя засовывая в рот кулак и снова внимание что хотел этим сказать автор может быть то что устами ребенка глаголит истина но ее не очень-то приветствуют в любом обществе и что у каждого из нас в каком-то смысле и в какой-то степени есть свой кляп кулак во рту потому что мы боимся озвучить реальное положение дел и так голос джельсамина это голос самой правды и мальчик уже понимает что не всегда и не при каждом стоит открывать рот при этом у парня по мере развития сюжета растет и самосознание он ищет применение своему необычному дару он готов отстаивать позиции правды и свои собственные представления о справедливости рано оставшись без родителей джельсамина покидает родные места святой мошенник колдун что за люди шагу нельзя ступить чтобы от тебя не потребовали тут же чудо нет нет уйду если задуматься для чего автор начинает повествование социального конфликта может быть для того чтобы показать мальчику претит такое невежество он не желает быть ни для кого не волшебной палочкой не чудотворной иконы джельсамина свой колдун святой и сила в голосе у него с рождения а если бы говорю он колдун нет а если бы говорю он колдун да нет он святой старше тем опаснее он не готов размениваться по пустякам и не желает использовать свой дар в религиозных целях или оккультных ритуалах у него есть свои собственные взгляды ценности и мечты он настоящий колдун а если он воспользуется своим голосом не только для сбора груш а это опасно понимаете это первое осознанное волеизъявление мальчика уйду уйду так он справляется с искушением расслабиться и зарабатывать легкие деньги на собственные популярности в его ситуации это сделать весьма легко вместо тяжкого фермерского труда можно в прямом смысле голосом груш избивать кстати есть такое вульгарное выражение членом груши околачивать или им же груши обивать включено во многие толковые словари к слову сказать такое ощущение что радаре его хорошо знал и с юмором включил сказку эпизод когда мальчик околачивает груши голосом цитата жаль подумал джейса мина что я не захватил с собой лестницы пойду-ка домой возьму ее да заодно принесу шест чтобы сбивать груши самых высоких веток но в этот момент ему пришла в голову другая мысль вернее просто небольшой каприз а что если мне попробовать пустить в ход свой голос и решив так он встал под деревом и не то в шутку не то всерьез закричал а ну-ка груши падайте бах бах бабах ответили ему груши падая дождем на землю жаль только что я раньше не додумался пользоваться голосом вместо лестницы и шеста цитата окончена в общем парень отправляется на поиски своего места в жизни и больше всего ему хочется стать профессиональным певцом и музыкантом встречи учительницы пение и буду певцом здесь уместно упомянуть что и сам радаре не только писал прозу и стихи но и рисовал и играл на скрипке он тоже очень рано потерял отца что в корне изменила жизнь его семьи во многом сказка от джельсамина автобиографично вскоре джельсамина попадает в очень странное место где все поставлено с ног на голову вывернуто шиворот на выворот знатно переврано и густо смазано толстым слоем лжи скажите пожалуйста сколько времени разве вы не слышали полночь здесь утром желают друг другу приятного вечера а в булочной продаются чернила странные люди будто играют вместе в одну игру здесь на чернила можно намазать икру причем исключительно за фальшивые деньги и эти самые не имеющие никакой реальной ценности монетки нужно еще очень хорошо поискать или заслужить а вот за обладание реальными деньгами имеющими вес номинал и достоинства здесь грозит такой же вполне реальный тюремный срок вам это ничего не напоминает нет знаете что бывает тем кто пускает вход настоящие деньги но я же все таки тюрьма тюрьма солнце тут ночью ярко сверкает полдень висит луна странные очень странная очень страна кстати юность самого радаре было мягко говоря неоднозначной он был приверженцем только что народившегося итальянского фашизма но повзрослев стал активным сторонником коммунистических идей и оставался таковым до самого конца поэтому в своих произведениях джанни всегда противопоставляет два мира мир капитала и мир социальной справедливости как вы уже догадались джильсамина оказался в стране тотальной лжи где население практически смирилась со своим нелепым положением и приняла правила навязанной им игры а кто же собственный режиссер этого дурного театра оказывается власть в стране присвоила пиратская шайка вы и взываете к их совесть даже не смеется когда вы говорить вы говорите с пиратами с бандитами с большой дороги с насильниками с ворами жуликами со спекулянтами у которых нет ничего святого никаких законов а вы объясняете понимаете это не этично это не культурно это как-то не вяжется с тем что мы считаем вашей европейской культуры они на вас смотрят как-то идет полезных идиотов которых можно использовать они сорок первого года против вас ведут войну вы удивляетесь а почему сейчас они поди а кого они должны поддерживать ничего личного самые обычные бандиты которые устав заниматься промыслом в морях океанах произвели государственный переворот вообще-то сначала они хотели ограничиться островом но вовремя спохватились ведь на острове нет банков заводов бирж пароходов а главное там нет налога плательщиков а значит некого грабить поэтому под натужились и взяли в заложники целую страну ну и население в придачу в общем как водится у подобных бандитов переписали историю перерисовали карты придумали новые законы и даже составили свой собственный словарь при полной уверенности что никогда никому не придет в голову сказать о нашем захвате власти правду я приказал министром изменить словарь подлец стал считаться и называться благодетелем а тот кто говорит правду преступником и сумасшедшим и пошла у них благодетелей сладкая малина круглый год да прямо в рот зато у народа что не день то трухлявый пень слова не так сказал сразу в кандалы попал назвал ромашку ромашкой получай смирительную рубашку забирайте их обоих в сумасшедший дом я хотел сказать санаторий и не морочите мне голову главарем то есть королем страны лжецов стал некий джакамон любитель лести париков и собственного отражения в зеркале свет моих золотых волос будет распространяться на всех граждан туринди светом освобождении на самом деле абсолютно лысые беспринципные и судя по наклонностям тот еще психопат тем не менее перед народом джакамон всегда предстает эдаким златовласым породистым блондином мудрым правителем и заботливым реформатором народ стоя под стенами дворца на какое-то время даже забывает что сам воздух здесь отравлен ложью и что каждому нужно постоянно лгать и помнить что да это нет а утро это вечер гадость это похвала и так далее до бесконечности цитата секретарь короля джакамона всегда носил подмышкой толстую папку туго набитую заранее написанными речами тут были речи на любую тему поучительные трогательные развлекательные но все от начала до конца полные всякого вранья секретарь раскрыл папку вытащил исписанный лист бумаги и прочел заглавие речь о разведении рисовой каши нет нет не нужно ничего иди а то у кого-нибудь разыграется аппетит и он будет меня неохотно слушать речь по поводу изобретения лошадок-качалок прочел еще одну заглавие секретарь вот это было бы кстати всем известно что лошадки-качалки изобрел я пока я не стал королем лошадок-качалок и в помине не было цитата окончена в кварталах бедноты начались волнения все ясно не отвлекайте меня по таким мелочам абсурд он вообще бесконечен и нарастает как снежный ком а вот разгребать его потом приходится таким ребятам как наш джельсамина но даже таким парням как джельсамина очень нужны единомышленники и первые кто приходит ему на помощь становится кошка-хромоножка нарисованная красным школьным мелом на стене после когда кошка будет убегать от полиции она взгромоздится на мраморную колонну посреди площади почему именно на мраморной колонне устроилась на ночлег хромоножка не потому ли радаре акцентировал внимание читателя на этом что все самые известные колонны так или иначе связаны с самодержавием ключевыми историческими событиями и триумфом правителей самых разных эпох государств и империй вот и здесь колонна была не простая а со скульптурами прославляющими подвиги великого джакомона вот король раздает деньги беднякам вот джакомон сражается с врагами а здесь уже изобретает зонтик все для блага все для народа такие достижения липовые что только кошки под хвост и годятся стоп а почему мел которым нарисована кошка не белый а красный тут пригодится громкий мой голос пусть он разбудит их я постараюсь так что услышат спою люди проснитесь где ваша гордость сила людей простых люди очнитесь слушайте песню мою в сказке словно специально выделено мел даже не красный он более густого красно-бордового оттенка первая ассоциация возникает прямая и совершенно не сказочная это намек на кровь которая высыхая становится темно-бордовой впрочем это и цвет знамени социалистической революции знамя цвета человеческой крови пролитой за свободу символом революционной освободительной борьбы угнетенных классов красное знамя стало еще в средние века под ним проходили крестьянская война в германии 16 века великая французская революция парижское восстание 1832 года его поднимала парижская коммуна в 1871 году а в российской империи под ним свершились революции 1905 и 1917 годов есть еще одна ассоциация подходящая по цвету и смыслу ложь пишется кровью правду можно писать чернилами так однажды сказал немецкий писатель поэт и драматург бертольд брехт современник джанни радари а так как кошку на стене нарисовала школьница ромалетта которая как и джельсамина стремится называть вещи своими настоящими именами то цитата брехта здесь более чем уместно красный мел буквально кричит о необходимости отстаивать правду это лучший зеленый хлеб который когда-либо был в продаже зеленый конечно может быть у вас плохое зрение кстати рубашка у джельсамина и туфли у ромалетты тоже красного цвета а домовладелец калимер вексель в фильме пишет донос на тетушку кукурузу и ее племянницу красным пером обмакивая его в пузырёк чернил красного цвета значит вы написали до нас да да ваше превосходительство прекрасно благодарю ваш вас превосходительство здесь все правда правда клянусь чистая про чистое правда ваш при он утверждает что говорит правду а по статье 83 дробь 13 пункт а за правду полагается тюрьма нет ваш пункт б виселица виселица так что милый я сразу понял что ты не в себе надо чтобы кто-то первый начал тогда может быть люди станут смелей тоже станут говорить правду и так красный цвет олицетворяет фильме правду я вот думаю что сила в правде у кого правда тот и сильнее в сказке же у радаре есть вставной рассказ о некоем безымянном художнике в устах жителя страны лжецов который заговорился при появлении бананита на улице цитата начинается как-то раз уличный художник нарисовал на асфальте красную черту а все вокруг стояли и ломали себе голову пытаясь разгадать чтобы это значило ну и что же оказалось спросили самого художника и он ответил так да вот хочу посмотреть сможет ли кто-нибудь из вас пройти под этой чертой а не по черте а потом нахлобучил шляпу и ушел цитата окончена учитывая символ красного цвета как символ власти и свободы одновременно этим поступком некий уличный художник намекнул жителям страны лжецов на красную линию которую им нарисовал мировоззрение джакамон и через которую запретил перешагивать и о которой так любят говорить в наше время но надеюсь что никому не придет в голову перейти в отношении россии так называемую красную черту а где она будет проходить это мы будем определять в каждом конкретном случае сами благодаря живительному голосу джельсамина хромоножка оживает и это единственная кошка в стране которая мяукает а не лает она в дальнейшем сыграет непосредственную роль в распространении правды по всему королевству кошка кстати оказалась трехлапой так как юной рисовальщицы пришлось удирать от полицейских не доведя рисунок до конца и в этом мне тоже видится особый смысл никто не рождается героем и может стать даже самый слабый из нас было бы на то воля и сила духа без воли нет личности без силы духа нет свершений и результата а что народ в общем и целом жители королевства и так все конечно понимают но люди запуганы и очень устали от повсеместной шизофрении у народа ощущение полной безнадёги я ищу розовое стекло хочу сделать себе очки с розовыми стекла нет больше сил смотреть на нашу жизнь невооруженным глаз есть и те кто в восторге от происходящего и с удовольствием за два су на папу с мамой донесут с точки зрения отдельных мизансцен и музыкального оформления экранизация в ссср сказки от джельсамина оказалась очень удачной хотя радаре и был разочарован тем что фильм вошли не все сюжетные линии акцент был смещен на антивоенную тематику надо усилить армию ваше величество ваше величество у короля дуринди огромный запас всякого оружия так например из киноверсии напрочь выпала история а бенвинута не сидящим ни минуты которые из сострадания всю свою жизнь истратил на помощь чужим людям бенвинута мгновенно старел стоило ему лишь присесть на минутку но он сознательно жертвовал своим здоровьем и жизнью чтобы утешить чью-то боль облегчить чью-то тяжесть дать кому-то долгожданную передышку от утомительного сидения с прялкой сам бенвинута видел в этом свое предназначение вообще каждый персонаж этой сказки по-своему красноречив и интересен здесь и талантливый художник теряющий веру в себя от засилия лжи на его картинах официальное искусство оно ведь такое хочешь не хочешь а рисуй шестиглазых дев тринадцатиногих кобыл и трехносых чиновников ох уж эти трехликие деградация творческого потенциала на лицо и это поддерживается на официальном уровне со стороны критиков как специально обученных людей здесь есть и не молодая музыкантша знающая цену жизни и помнящая вкус свободы а потому ничего не боящаяся весело распевающая крамольные частушки дискредитирующий власть самозванца и его прислужников джельсамина знакомится поочередно со всеми и каждая встреча придает ему новых сил по факту он становится лидером революционного подполья а его голос дает надежду на скорое освобождение от морока это уже не просто голос правды это голос народа встающего во весь рост и сбрасывающего кандалы но отчего же если играют вовсе не слышен смех кислые лица хмурые взгляды у всех встречались ли вам друзья патологические лжецы удивлялись ли вы тому как они умудряются запоминать что и кому соврали в прошлый раз к сожалению не перевелись еще такие персонажи лгут темнят хитрят городят огород наводят тень на плетень и сумрак на полдень но заканчивается все всегда одинаково рано или поздно правда обретает голос и если кто-то в начале игры пытается сыграть партию краплеными картами и запудрить народу мозги то в финале правда все равно одерживает верх и вот уже ложь бежит спотыкаясь и падая прочь от света и правды бежит роняя парики и тапки посмотрите-ка на этих вшивых министров и напуганного до смерти короля они уже и сами устали от этой затянувшейся игры а по сути своей они как были пиратами такими и остались британский флаг им как говорится в руки и театральный веер в придачу и небольшое послесловие для заговорщиков со стажем о чем говорят золотые искусственные волосы венциносного джакомона как мне кажется это был толстый намек на всех самых-самых лучезарных и самых-самых богоизбранных узурпировавших все золотые стулья и даже некоторые стульчики откуда джанни радаре знал о них времена в начале прошлого века были лихие и такие неординарные личности много чего знали много с кем общались впрочем и нам достались не менее интересные времена и поэтому сказки радаре сегодня так цепляют за живое почему в городе поют крамольные песни какого-то джельсамино немедленно присядь джельсамино изловить куда вы смотрите сказка итальянского писателя джанни радаре джельсамино стране лжецов а наш фильм называется волшебный голос джельсамино потому что если бы оставили оригинальное название джельсамино в стране лжецов то наверняка строгая цензура советского союза не пропустила бы эту сказку в массы уж слишком яркие параллели у радаре с нашим царством государством увы режиссер фильма тамара николаевна лисициан с армянско-казачьей кровью и удивительной биографией мало того что она была разведчицей и спецназовкой она еще лично знала самых выдающихся итальянских режиссеров висконте феллини жила и работала какое-то время в италии лично знала джованни радаре и многих политиков того времени сама она пройдя плен пытки и несколько концлагерей ничего не боялась при этом ей как могли перекрывали кислород на мосфильме фамилия досталась тамаре от деда который убежав от беспорядков в турции укрепился в моздоке где в дальнейшем стал городоначальником фамилия рода тамары изначально было лисицева однако ее двоюродная сестра восходящая звезда ленинградской оперы изабелла решила сделать свою фамилию более сценической подала пример остальным членам клана и вот появилась новая нигде раньше не встречающаяся фамилия лисициан отец умер когда тамаре было девять лет и дальнейшим воспитанием занималась мать можно сказать в этом судьба режиссера и автора сказки аджельсамина тоже совпадают в 1938 году в пионерский лагерь подбилиси привезли детей иностранных коммунистов немцев испанцев итальянцев почти не помня своих родителей и родного языка они практически с пеленок воспитывались в ссср руководство лагеря попросила советских детей присмотреть за иностранными гостями у которых родители или убили или посадили в тюрьмы именно там в 15-летнем возрасте тамара познакомилась со своей первой любовью луиджи лонго сыном будущего генсека итальянской компартии вскоре луиджи уехал в москву а тамара осталась в родном тбилиси они вели переписку тамара очень любила стихи и театр а еще у нее был двоюродный брат павел лисициан солист большого театра чье имя гремела тогда на весь союз она решительно возжелала стать актрисой но мать была категорически против этого но упрямая армянская кровь сгущенная казацкой сыграла в жилах тамары и она отправилась в москву тбилисский театральный ей не подошел а сразу после поступления в гитис началась война тогда она решила попасть на фронт сказав цк комсомола что умеет управлять мотоциклом ездить на лошади стрелять она была чемпионкой грузии 1939 года по стрельбе из мелкокалиберной винтовки и соврала сказав что немного говорит по-немецки тамару взяли в разведотдел 5 армии затем она переходит в разведыватель на диверсионную часть особого назначения номер 9903 при западном фронте спецназ образца великой отечественной там же проходила службу например зоя космедемьянская тамара лисициан была в плену и дважды была приговорена к расстрелу но чудом спаслась сбежав из лагеря в славути потом она воевала с партизанами более подробно о том что она увидела там и прошла можно прочесть в ее мемуарах на сломала война написаны в 2002 году в гулак она тоже после не попала она провела несколько дней без сна под допросами и в очередной их день не выдержала и стала кричать на генерала сидевшего перед ней что он наверняка просидел в тылу пока она пускала под откос фашистские поезда и еще смеет ее проверять сказав это от бессилия она еле держалась на ногах он ее успокоил и сказал что проверка закончена и она свободна так началась мирная жизнь тамары лисициан тамара встретилась с луиджи и они поженились жили бедно но очень счастлива вскоре объявились его родители и вызвали его в италию тамару не отпускали тогда луиджи перерегистрировал их в браке в милане и тамара получила итальянское гражданство но и это не помогло тогда тамара в сердцах написала письмо сталину о том что когда было нужно стране она воевала что хочет лишь быть со своей семьей ей говорили что она с ума сошла ее посадят но тамаре уже нечего было бояться разрешение на выезд в италию было одобрено в италии у луиджи и тамары родился сын сандро тамаре удалось устроиться курьером софт-экспорт фильм так и началась ее карьера в кино там она познакомилась с феллини висконте дзефирелли пазолини и джанни радари потом был переезд из италии в москву где тамара поступила во вгик на режиссерский факультет где в 1959 году она сняла свою дипломную работу сомбреро а луиджи тем временем ушел от семьи к своей однокурснице вторым мужем тамары стал молодой оператор виктор федорович листопадов тамара работала на мосфильме ассистентом 3 категории позднее она вспомнит цитата мосфильм для меня та же война без поддержки сильной руки там делать было совершенно нечего я помню как на моих глазах травили тарковского его дипломную картину каток и скрипка раскритиковали по всем статьям а после предложили доснять фильм иван который до него завалил другой режиссер это же издевательство ведь большая часть денег уже потрачено но тарковский снял иваново детство и получил золотого льва в венеции я тогда безумно радовалась но ни одному тарковскому ставили палки в колеса тамаре тоже досталось она начала работать на экранизации сказки о потерянном времени евгения шварца и когда почти вся работа была проделана ей объявили что нужно немного подождать с выходом а позже к изумлению тамары картина была отдана птушко почти то же самое произошло с тремя толстяками на сценарием которого она работала вместе с юрием алеши ей тогда сказали на мусфильме что ничем не могут помочь чтобы не расстраивать юрия карловича который был очень удивлен таким поворотом ей пришлось сказать что нет денег в итоге экранизация 3 толстяка была снята в ленинграде алексеем баталовым после смерти алеши аж в 1966 году в 1970-х годах она экранизировала две сказки джанни радаре а в 1983 году был снят фильм о масонах тайна виллы грета ну причем тут масон масоны вполне почтенная старинная организация правда она теперь как об этом пишет в энциклопедии утратила свое былое значение но масоны занимаются филантропии научными изысканиями проводят дискуссии на моральные этические темы сценарий написан по мотивам истории связаны с деятельностью масонской ложи p2 или пропаганда 2 и политическим скандалом разразившимся в 1981 году в италии вы хотите сделать карьеру разоблачив деятельность тайной масонской ложи но прежде чем дергать тигра за хвост хорошо бы узнать какие у него зубы гласит восточная мудрость когда картина вышла на экран тамаре пришло предупреждение о смерти на листке был изображен портрет убитого масонами генерала а на другой стороне мертвый человек возле стены с надписью морде но ничего за этими угрозами не последовало и после этого тамара даже решилась поехать на кинофестиваль в синегал потом от инфаркта умер ее сын сандро масоны это международная организация и где бы они ни были во всем мире они образуют единую цепь эта организация возникла в древности еще при царе соломоне запомните пароль вопрос кто идет отзыв дети вдовы вот так они писал в своем прощальном эссе ее племянник рубин лисициан часто бывало в италии там жили близкие люди много путешествовала с итальянским паспортом это было просто но каждый раз 9 мая она шла на встречу со своими и надевала свои награды друзья уговаривали ее написать книгу о своей жизни она не соглашалась не хотела ничего вспоминать а потом села и начала писать назвала нас сломала война вскоре книга вышла в свет и здесь она победила оказалась сильнее своего прошлого не побоялась вспомнить насильно забытая умер ее муж и она осталась одна как-то обнаружила что награды ее пропали ее родственница призналась в краже но так их и не отдала сказала что оставила ей документы на них об этом я узнал после ее смерти есть самой было стыдно сказать мне об этом в последние годы она общалась с митрополитом волгоградским и камышинским германом он иногда навещал ее она плохо ходила мучила астма болели ноги слабело сердце однако как всегда продолжала бороться лишь однажды она призналась ему что она устала и очень трудно он ответил потерпи через несколько месяцев она умерла я не встречал более сильного человека она никогда не плакала она ненавидела ложь трусость и несправедливость характер у нее был довольно жесткий но как личность она была столь значительная что не на пустом месте была уверена в правильности своей точки зрения особенно в вопросах морали она была верна чувству дружбы и долга тамара николаевна лисициан ее нет пока свет яркого луча который шел от сильнейшей энергии и и духа цитата окончена в тот год когда в ссср тамара лисициан снимала экранизацию сказки радаре а чиполлина в чили агусто пиночет совершил военный переворот и сверхзаконно избранного президента социалиста сальвадора альенде господа как вы знаете давно мы готовимся войне и вот наступил исторический час достаточно отметить что этот переворот очень пересекается по образом сюжетом фильма аджесамина когда пираты захватили страну и свергли действующее правительство путем больших жертв мирного населения пират же камон фильме тамара лисициан это прототип чилийского генерала аугуста пиночета напомню что все без исключения президенты чили являются масонами и не потому ли советский фильм разведчицы тамара лисициан изобилует масонская символика тут тебе и всевидящее око мелькает не единожды и каббалистический символ бесконечности эйнсов а на гербе джакомона красуется замочная скважина но почему же масоны действуют тайне если их цели так благородны такого вековая традиция знаете как это у них кто сорвет покров тайны будет вечно проклят хотите меня запугать тамара лисициан была лично знакома с джованни радаре сначала она сняла фильм по сказке о чиполлина где сам автор снялся в роли самого себя как сказочник каждый фрукт овощи или предмет может рассказать свою историю надо только набраться терпения и мучиться их слушать потом она обращается к повести радаре джельсамина в стране лжецов и воплощает ее на экране спустя четыре года после фильма чиполлина текст и песен к фильму написали талантливые поэты песенники ссср того времени михаил танич и леонид дербенев каждому ясно правду не строишь словно кота в мешке ну погоди 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 же король если нужны ощущения острые можем доставить тебе удовольствие сам только брали шута очутиться и твой годами все серьезные политические повороты в нашей стране обязательно осуществляются под контролем масонство и при непременном участии цару взглянем на символику зашитую фильме тамары лисициан на кафе с вывеской фото висит рекламный плакат с бутылкой и бокалом вина при этом на этикетке бутылки помечен знак яда есть надпись транслитом на латинице пейте вкусно полезно но в свое время и нацисты использовали масонов они даже взяли у них эмблему череп и скрещенные кости то что масонов боишься смесь латиницы с кириллицей и транслит кириллицы в латиницу неизменный атрибут страны лжецов фильме лисициан на плакатах и вывесках хотя кое-где встречаются и мелкие надписи на кириллице это практически лишний раз говорит о том что страна лжецов фильме олицетворяет не только фашизм но и глобализацию перемалывающую и подавляющую отличные от нее культуры где латинский алфавит принят за норму другой плакат стране лжецов открыто пропагандирует дорогу в игровую зависимость при показе короны джакомона мы видим что завитушками на зубцах оказываются стилизованные изображения замочных скважин рук с кукишами и глаз с ушами и лучами корона инкрустированного в синие и красные самоцветы в цвете флага страны символ всевидящего ока мы видим и на другом исполнении флага в той же сине-красной цветовой гамме красный и синий цвета позже выхода фильма после выборов двухтысячного года станут символами для партий сша для республиканцев красный и для демократов синий на гербе королевства джакомона присутствует замочная скважина и око известно ли вам что 33 президента соединенных штатов в том числе никсон форд картер были масонами в свое время черчилль был масоном шах ирана и многие сильные мира сего и все они подчинены единому центру однако не все они знают задачи и даже состав этого центра придворные носят различную стилизованную символику осевшую в масонстве один его придворный носит эмблему глаза в треугольнике а другой позолоченную медаль в форме правильной гексограммы медаль в форме гексограммы присутствует на груди и у самого джакомона во время захвата власти после реформы словаря мы издадим для народа закон который провозгласит ложь обязательно это будут важные уроки истории начнется новая портрет главы страны лжецов дублируют символику его короны исписан с облика главы военной хунты чили пиночета запечатленного на аналогичной фотографии парадная лента короля и вовсе оформлена в виде расцветки дорожного заградительного шлагбаума кстати в книге джанни радаре нет ни слова о цвете волос джельсамина рыжий волос который режиссер называет своем фильме золотым у него только в советском фильме и у джакомона основной парик тоже с золотыми волосами а в книге парик оранжевый что хотел сказать этим режиссер возможно то что не все то золото что блестит ведь у джельсамина золотой волос натуральный а у джакомона бутафория завитушки форме параграфа на ограждении дворца джакомона лишний раз намекают на его тягу уцепиться за свою законность любыми способами даже с применением силовых и юридических методов финале сказки джельсамина разрушает своим пением тюрьму смекнув что это и есть его предназначение при помощи кисти красок и собственного воображения художник бананита материализует для сбежавших узников гуманное оружие стреляющее красными сетями правды теперь вас будет работа поинтереснее вы будете рисовать танки много танков и пушки и что корабли обли джельсамина будто списан режиссером с известного в те времена в мире за свой талант и про советскую позицию современника радаре американского певца автора песен и кинок актера дина рида фильме еще отмечено такое явление как вытеснение кириллицы латиницей однако преобладанием латиницей англоязычия не обошлось и его вторым фактором подавления культуры на постсоветском пространстве стало неумеренное употребление англицизмов в русской речи хотя своими словами достаточно выразить мысль и без иностранных слов в преобладающем количестве случаев и тут уместно цитата пушкина александра сергеевича в его романе евгений онегин сокровища родного слова заметят важные умы для лепетания чужого безумно пренебрегли мы мы любим мус чужих игрушки чужих на речи погремушки а не читаем книг своих цитата окончена в годы второй мировой войны радаре всей душой возненавидел жестокость и насилие поэтому в его сочинениях нет ни кровавого натурализма не безвыходных ситуаций однажды на каком-то кинофестивале в ссср он выступил против советской картины неуловимые мстители дескать больно уж лихо там подростки сущности дети убивают и белых и зеленых итальянский фантазер не любил книжек и фильмов со сценариями кровопролития видимо на интуитивном уровне радаре полагал что показ насилия в творческих произведениях препятствует становлению человечности на благо которой он описал свои сказки и неизвестно чтобы сказал радаре про советскую экранизацию мультфильма про чиполлина где пушка стреляет по принцу лимону ведь революция против принца лимона у него в сказке проходит бескровно равно также как и свержение джакомона в джельсамина стране лжецов падение режима лжи фильме тамары лисициан показано бескровным как и в оригинале по воспоминаниям певца и композитора сергея беликова исполнившего вокальную часть роли джельсамина в фильме лисициан цветата самому джанни радаре фильм не понравился писатель коммунист чьи сказки были пропитаны революционным духом считал что в нашем фильме слишком много политики и мало сказки цитата окончена а тот кто говорит до гуманизме стоит заметить что момент фильме когда кошки хромоножки бананита пририсовывает четвертую ногу и страченную на освобождение художника совпадает с индийским эсхатологическим мифом о белом коне вишну который прочно стоит на трех ногах приподняв четвертую и опустит четвертую ногу когда человечество станет полностью порочным приведя мир всемирному потопу разница только в том что ногу художник пририсовывает тогда когда страна в которую пришел джельсамина была освобождена джакомоновского фашизма и никакого стихийного бедствия в стране в этот момент не происходит хотя сторонники джакомона воспринимают это событие в эсхатологическом ключе как конец света по сказке цитата но ведь это же конец света воскликнул редактор вытирая испарину со лба воистину света представления нет это был лишь конец всякой лжи после разрушения сумасшедшего дома на свободе разом оказались сотни людей которые говорили правду не считая собак которые лаяли кошек которые мяукали лошадей которые ржали как этого требуют правила зоологии и грамматики правда распространялась словно эпидемия и уже большинство населения было ею заражено цитата окончена всю свою деятельность они окружают тайны легендами но истинная их цель захват власти во всем мире ну а как же усовершенствование человечества любовь братство поиски истины а это для наивных людей мне жаль этого профана брат дару ему свет слову сказать у радаре есть упоминание о тайном сообществе сияющих лысин название придумал я не радаре цитата у вас в самом деле красивая лысина сказал джакомон да что вы самая обыкновенная вот у вас она просто блеск к тому же сейчас под лучами солнца она так изумительно сверкает что глядя на это великолепие больно глаза ах оставьте вы слишком добры ко мне ответил растроганный джакомон уверяю вас я нисколько не преувеличиваю знаете что я вам скажу если бы вы стали членом нашего клуба лысых то мы непременно избрали бы вас президентом президентом да и причем единогласно а у вас есть клуб лысых разумеется до вчерашнего дня он был тайны но отныне будет существовать открыто его члены почтенные люди города и не думаете что в него легко вступить требуется доказать что у вас на голове не осталось ни одного волоса некоторые граждане чтобы стать членами нашего клуба даже волосы себе вырывают цитата окончена ваша лужа опять нарушила святые правила братства и устав вы возложили на себя грязную работу которую должны были поделать совсем другие люди под контролем масонства имя джельсамина переводится как маленький жасмин я не знаю какой смысл вкладывал в него радаре но белоснежные лепестки жасмина очень похожи на маленьких светлячков слово жасмин персидском языке звучит как ясмин и означает дар от бога а само растение символизирует силу красоту и стойкость каждому ясно правду не строишь словно кота в мешке цитата а колонна да кому собственно может помешать одиноко возвышающаяся колонна изображенная на ней ложь будет напоминать людям о тех временах когда страной правил беззастенчивый лжец и достаточно было одной хорошо спетой песни чтобы рухнуло все его королевство цитата окончена вы получите за ваше открытие медали за особые заслуги а художник пусть подождет в приемной благодарю ваше величество ну что я буду с ней делать с этой медалью у меня их уже 24 штуки все из картона